Привет! Это ежедневные новости о Доме-2 на канале Смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Для тех, кто не смотрит эфиры, вчера показали очередную истерику, которую устроила Алексея Безусу Милена Безбородова перед тем, как покинуть остров. Её возмутило его нежелание обнять девушку. Также Алексей сказал, что жениться на ней он не собирается. Сейчас ребята в ссоре, Алексей говорит, что он не скучает, не хочет с ней общаться и вообще он её везде заблокировал. А все разговоры Милены только о Лёше. Она даже сделала татуировку с его фамилией на иврите. Новенький Павел, которому Анна Брянска и Ира Пинчук не дали ни одного шанса, присматривается к девушкам на поляне. Его подталкивают к Олесе Ткаченко, но Павла смущает наличие у девушки ребёнка. Вроде как на проект хотят вернуться Алиса Триандефелити и Алексей Чайчиц. Об этом написал журнал Дом-2. Якобы ребята хотят принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Они только расписались, свадьбы не было, а хотелось бы. В сети ходили слухи о том, что Алёна Рапунцель уже родила, их распускала мама Марины Африкантовой Татьяна. Но сама Алёна говорит, что пока она дома, пока не родила. И как только это случится, она первая всем об этом расскажет. Алёна сейчас в сети скандалит с Ебаровым и Ларченко. Илья в эфире назвал Алёну шизофреничкой. Она, конечно же, обиделась и собирается выкинуть те вещи, которые Илья дарил ей для малыша. Ебаров назвал её актрисой Погорелого театра. Ларченко присоединилась, говорит, «Ах, ты манипуляторша». В общем, эта песня надолго. Кристина Ослина и Андрей Черкасов попали на обложку февральского номера журнала «Дом-2». Подпись громкоговорящая «У нас будет сын», но Кристина говорит, что это только в планах. Она пока ещё не беременна. Яна Шевцова вроде как ждёт ребёнка и вроде как покинула проект. Отец будущего малыша – рэпер Гуф. Она ездила к нему, когда выходила за периметр на выходные. Было это всего две недели назад, но вот уже она 100% беременна. Как вы помните, ведущие разрешили Иосифу Аганесяну совместить нахождение на проекте и работу. Но работу он так и не нашёл. Черно пишет, что он уже готов даже трудиться официантом. Кстати, Аганесян говорит, что Саше тоже не мешало бы найти себе работу. Все их скандалы как раз из-за того, что у неё слишком много свободного времени. Саша Черно ответила всем интересующимся, какая же у неё фамилия после замужества. Она, не раздумывая, взяла фамилию супруга. Кстати, на проекте уже ждут сестру Саши, Таню Щербакову. Её готовы взять даже несмотря на то, что у девушки нет 18. Насколько я помню, ей 16. Валера Блеменкранц не чувствует себя виноватым за свой загул за периметром. Он считает, что никому ничем не обязан. С Ирой Пинчук у него, оказывается, нет серьёзных отношений. Во вчерашнем эфире он сказал, что я же не приходил в дом к её родителям и не забирал Иру оттуда на правах будущего мужа. Артём Сорока рассказал о том, что он вместе с Виталием Воронко будет принимать участие в национальном отборе на Евровидение 2019 от Республики Беларусь. Так что Дима Дмитренко оказался в пролёте. А Виталий внезапно оказался состоятельным мужчиной. Он, правда, никогда не рассказывал о своём достатке, но в сети появилось видео, на котором Воронко показывает свою шикарно обставленную квартиру-студию. Обстановка очень богатая, так что девчата налетай. Настя Яндальцева, которая после ухода с Дома-2 уехала в Польшу, уже принимает там участие в новом реалити-шоу. Это польская версия «Экс на пляже». Судя по фотографиям в интернете, там виноградный сок льётся рекой, там бесконечные вечеринки, там сразу же заселяют парня и девушек вместе. В общем, Яндальцева там зажигает. Другая бывшая участница, Катя Зиновьева, прошла кастинг в шоу «Песни на ТНТ». Она взяла псевдоним «Зина». Саша Задойнов, который давно уже живёт в Сочи, наконец-то встретился с дочкой Сашей. Видимо, Элина Камерен запрещает им увидеться с ней. Прогулка прошла в присутствии бабушки Елены Камерен. Задойнов, как всегда, опубликовал фотоотчёт о встрече в своём инстаграм. Стало известно, чем закончилась история Натальи Груновой и Ольги Сударкиной. Сударкина взяла кредит и выплатила Наталье материальную компенсацию. Тем не менее, суд состоится. Но всем понятно, максимум, что грозит Сударкиной – это год условно. А суд над Дмитрием Тарасовым уже состоялся, и он его проиграл. Дмитрий судился со своей супругой, которая была ещё до Ольги Бузовой. В той семье у него была дочка. Он выплачивает ей 480 тысяч ежемесячно. Тарасов хотел сократить эту сумму до 100 тысяч, но не получилось. Как вы помните, Александра Шева снова сошлась с Виктором Шароваровым. Стало известно, почему в прошлый раз они так неожиданно расстались. Шева была на небольшом сроке и потеряла ребёнка. Это их очень отдалило тогда друг от друга. Но теперь влюблённые могут вновь планировать малыша. Тата Блеменкранс рассказала о том, чем она будет заниматься после переезда в Монако. Она не будет содержанкой однозначно. Тата станет блогером и дизайнером. Она уже планирует собственную линию одежды. Тата всегда сама работала и ей нравится быть независимой. Это все новости Дома-2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом-2 вместе.